Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 30 января, день Антонии, назван в честь преподобного отца Антония Великого. Родом он был из Египта, придя в отроческий возраст, не спешил приниматься за науки и сближаться с детьми. Оставался в своем доме, хранил чистоту сердца и стремился к преуспеянию благочестия. Не просил у старших сладкой пищи, довольствовался тем, что ему давали. 20 лет его родители умерли, оставив ему большое наследство. Он раздал его нищим, а сам доверился Богу, не заботясь о завтрашнем дне. Этот день народ огласил днем Антона Перезимника. Также была такая поговорка. Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет, все морозом стянет. Однако, сегодня отмечают не только день Антония, но и день Антонины. Даже говорили Антонина, зиме половина. Так народ отмечал переломный момент, когда половина зимы осталась позади, но впереди еще была февральская стужа. И непонятно, хватит ли припасов для себя и корма для скота. Но тем не менее, крестьяне верили, что зима идет к концу. Радовались прибавлению светового дня. В этот день пекли специальные круглые колобки из толокна, которые символизировали солнце. Ими угощали детей, чтобы быстрее лето наступило. Старину именно сегодня старались запугать и сбить со следа нечистую силу, чтобы она не нашла дорогу к дому. Для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед. Если сумеешь так дойти до дома и не упасть, надо перечеркнуть свои следы палкой и замести их снегом. Так колдуна, ведьму и прочие злые силы запутаешь и собьешься своего следа. Приметы. Если на Антона устанавливалась теплая погода, то на следующий день могут ударить сильные морозы. Мол, Антон хитер со всех сторон. Если сегодня весь день была оттепель, жди ранней весны и хорошего клёва рыбы. И если идёт сегодня снег, будет поздняя весна. Громкий щебет синиц утром предвещает похолодание. Ясная нема и лунная ночь кудному урожаю. Я прогуливаюсь вот в этом костюме. Почему я это делаю? Смотрите, обувь должна быть тёплой. Как-никак зима, январь. Сейчас ветерок. Очень хорошо, когда у вас ткань из плащевки. Здесь, видите, такая более тёпленькая ткань. А здесь плащевая. Очень хорошо не мёрзнут колени. Потому что иногда бывает, что вы прогуляетесь в какой-нибудь такой лёгкой одежонке, а у вас коленки пристыли. Вот это не должно быть на прогулке. То есть я очень доволен этими брюками, в которых идёшь, они всё защищают. Здесь так же тёпленько. Плащевочка. А под ней просто-напросто у меня маечка. Больше я ничего не использую. Потому что мне и в этом жарко. Сохраняет тепло. Моя крючка. Хорошая вещь. Ну и, естественно, шапка. Шапка. Ушки закрыты. Потому что в ушке бывает надувает. И потом они начинают болеть. Берегите уши. Они стынут медленно, незаметно. Но потом болят. Очень даже заметно и неприятно. И, наконец-таки, козырёк. Козырёк, когда ветер в лицо. Вы слегка голову наклоняете. И у вас глаза уже ничего не бьёт. Ветер. Глаза не слезятся. У многих глаза слезятся. Именно из-за того, что ветер в лицо. Руки в карманы. И нормальный там. То есть вот такую вот одежду я вам рекомендую для прогулок в зимнее время. Шестые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещей, предсказывающей будущее, была птица с женской головой гамма-ю. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активны и лёгкие. Поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через лёгкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение молчания сегодня приветствуется. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремлённому человеку всё новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки.